подсолнечник у нас новый сад ну по виду здесь тридцатник есть я все же ошибаюсь ну где то есть потому что и корзинка неплохая 30 центров здесь должно быть сеем мы в основном то есть сейчас мы подсолнечником уже не занимаемся раньше такой период максимально урожайность мы получили 44 центра хочу сказать что это случайность она была не на самом лучшем поле не самой лучшей заделкой не самым лучшим рельефом конечно была вспашка и в то же время вот скорее всего из-за того что в итоге посев получился более изреженным это поле нам дало там у нас было где-то 50 с чем-то гектар она дала 44 центера поэтому здесь я тоже задумался насчет густоты на тот момент все же оптимально оптимально 60 но также можно 60 тысяч также можно и делать посевы еще реже если у вас проблемы с питанием проблемы с лагой то есть можно уменьшать норму высева опять же это конечно нужно определять уже плане экспериментов то есть где ваш предел нужно определять что касается того как мы традиционно сели это где-то мы до 70 загущали бывали года у нас получал все отлично мы не получали меньше 30 а бывали когда когда семечки семечки были очень мелкие было очень много мусора и этот урожай он вроде бы и был 30 но он по качеству был намного намного неприятнее поэтому все же и получилось так что там даже в засушивые засушливые года из-за того что мне хватало всего материала приходилось иногда уменьшать норму чем уменьшал норму даже до 50 тысяч и урожай там был также неплохой в пределах там 30 центнеров поэтому по подсолнечку а еще можно работать 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 и получать хорошие результаты понятно что иногда большие большие шляпки нужны вот такой размерчик и сама то что нужно примеру стремитесь к такому а если у вас будет вот такие загущаете конечно вы работаете неправильно ну опять же у кого-то может климатически больше не получаются это ведь тоже регулирует и вегетационный период так по удобрениям у нас схема была простая мы ее особо не испытывали то есть где-то 200 килограмм сложных удобрений 200 селитры все это носили или перед посевом ну селитру в любом случае это выносилось весной сложное удобрение либо с осени либо весной под культивацию и и практически всегда подсолнечник мы сеяли по вспашки то есть после да я даже не помню хотя были случаи когда мы сеяли после не по такой основной обработки как культа безотвальная обработка да там по безотвальной глубокой обработки то она глубокая там 22 сантиметров и тоже все вроде бы получалось но здесь уже знаете это получается так что вспашка и безотвалка не если год средний год среднюю для нашего года то есть достаточно и дожди и влага то разницы нет если год более засушливые чаще всего у нас пашки урожай намного выше так вот вот так потому что на безотвалки влага быстрее уходит из-за того что там очень многое органично волокна соломы опять же когда когда эту безотвалку сделать как сделать много таких вот нюансов которые может быть также и повлияют на то что в итоге даже и более экстремальных условиях разницы не будет между вспашкой безотвалкой но я говорю про среди 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 такие моменты когда мы что-то успеваем не успеваем производственные моменты которые не касаются идеальных условий поэтому подсолнечник всегда получается тоже такая культура посеял и забыл у нас для нашего региона так вот как проблем особых не вызывает иногда какая-нибудь гузнеца может напасть но здесь нужно смотреть просто а так посеял обработал гербицидом ну и до уборки так вот так и вот так 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 вот Продолжение следует...